МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Все, что произошло на уходящей неделе, обсудим в итогах на своем. Меня зовут Никита Шишков, и вот о чем пойдет речь далее. В Ставрополье принимают школьную весну. В Крае наступила пара экзаменов, и регион накрыли сильные ливни. Каковы последствия? Это, если вкратце, но теперь к полному анонсу выпуска. На конец лета, как поздравили детей Края, и какие подарки подготовили для маленьких ставропольцев? Из-за проливных дождей река Чла в Ставрополь превратила район Ташлу в маленькую Венецию. Кто виноват и как живут ставропольцы? Уж сколько раз твердили миру, но люди, несмотря на все предупреждения, продолжают переводить деньги цифровым мошенникам. Так как все-таки не попасться на их удочку? Мы начинаем. В этом году календарное лето в Ставрополе началось с большого праздника молодежи. Краевая столица приняла первый в стране фестиваль «Российская школьная весна». Блеснуть талантами на этом празднике приехали более тысячи детей из 65 регионов России. Какие впечатления участников и чем удивит фестиваль? Виктория Школьная собрала эмоции. Бойся ты, бойся, ты меня не бойся, я тебя не трогу, да ты не беспокойся. Так весело участники из Краснодарского края ехали на встречу с Ставрополью с песнями, танцами и самыми хорошими ожиданиями. В Краевую столицу с утра начали съезжаться талантливые школьники со всей России. И встретила участников фестиваля Краевая столица ярко, даже несмотря на дождь. И в ответ на это каждый регион страны старался эмоциональнее показать себя. Так, какие вы яркие, красивые. Расскажите, откуда брень? Тюмень, 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 тюмень! Может? Стиль, да. А, это стиль? Все, у вас такой стиль, да, обычно? Мы все, надо перенимать. Слом, 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 слом. И поем, и танцуем, и билеты продаем, и можем на шпагат съесть, и на голову встать, и вообще все, что захотите, все сделаем. Ойся ты, ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, да ты не беспокойся. Друзья, мы вас уже слышали в самом начале сюжета. От нас большой респект. Станцевать можете сейчас? Сейчас. Ну, буквально там одну па какую-нибудь. Давайте, а мы посмотрим. Это омский стиль, ребята. И несмотря на то, что Ставрополь участники видели только мельком, город уже успел. Приятно удивить. Несмотря на то, что мы не выспались, мы все равно вообще прям бодрые, бодрые, природа, пушка, бомба, огонек, так что мы только восхищаемся. Деревья, да, особенно наши пыли? Да, очень классные. Деревья, респект. Тут очень интересно, очень красиво. Очень зеленого цвета очень много, это вау. Я смотрю, что ты любишь зеленый, правда? Да, да. Нас встретили. Едой вкусной точно. Еда очень вкусная. Кормят очень много, я наедаюсь, я даже половину оставляю. На Ставрополье российские школьники продемонстрируют свои таланты и поборются за победу в нескольких творческих направлениях. Вокальном, танцевальном, театральном, оригинальном жанре, инструментальном искусстве и концертных программах. Есть делегация Старопольского края, одна из самых больших и, надеюсь, одна из самых талантливых и ярких. Для ребят, которые приехали, это новые эмоции, новые знакомства и знакомство с самым ярким и солнечным регионом Старопольского края. А пока участники готовятся, у организаторов есть время отдохнуть. Мы организаторы, организаторы танцевального направления, площадки танцевального направления. Школьники приехали заряжены, мы надеемся, что будет вау и даже не менее круто, чем на всероссийской студенческой весне. Но это все потом, а пока в Ставрополе праздник для всей России. Больше тысячи участников, 65 регионов России и весь Ставрополь собрался здесь, чтобы красиво открыть российскую школьную весну. Десятки организаторов и специалисты своего дела сделают все, чтобы этот день запомнился надолго. Ну что, как картинка? Все четко. Делегации представлены и вся страна в лице школьников развернула огромный флаг России. Я горд за нашу страну, я горд за детей, которые летят со всей России к нам в Ставрополь, чтобы показать свой талант. Единственное, что может рассчитывать страна, которая планирует жить еще тысячу лет, это только для детей. Поэтому в Ставрополе эту функцию и эту роль сегодня пополняют. Жители краевой столицы также не могли пройти мимо такого праздника. Ну и в первую очередь у своего ребенка, который будет там поступать. Что понравилось больше всего? Галенка маленько. Понимаю. И яркие мы вас далека заметили. Так, расскажите, почему пришли сегодня на площадь? Поддержать молодежь. Даже дождь не помехает. Участникам мы желаем удачи на выступлениях. А для праздника дождь не стал помехой и для Виктории Шкальной, Олега Вайкулова и всей команды телеканала «Свое ТВ». Ну и коль уж заговорили о молодых жителях края. В этом году более 7 тысяч ставропольских семей получили единовременное пособие при рождении ребенка. В денежном эквиваленте это около 160 миллионов рублей. Об этом на брифинге в правительстве края рассказала управляющая региональным отделением социального фонда России Елена Долгова. Размер пособия почти 23 тысячи. Получить его могут как работающие, так и неработающие граждане. Кроме того, такая выплата положена и при передаче ребенка на воспитание. Средство может получить усыновитель, опекун, попечитель или приемный родитель. Если это работающая женщина, то ей не надо подавать никакие заявления в органы социального фонда, для того, чтобы ей была установлена эта единовременная выплата в связи с рождением ребенка. Также сведения о том, что зарегистрирован факт рождения ребенка поступит к нам в органы социального фонда России, и мы в течение 10 рабочих дней с даты поступления этой информации вынесем это решение и перечислим эти средства. Если это неработающая мамочка, то ей необходимо подать нам в органы социального фонда заявление на установление единовременной выплаты в связи с рождением ребенка. Ну а впрочем, подарок ко дню защиты детей ждал и невиномысских школьников. Недалеко от города после ремонта свои двери открыл оздоровительный лагерь. Край стал одним из пилотных регионов, где модернизировали инфраструктуру детского отдыха благодаря быстро возводимым конструкциям. Кира Мартынова пообщалась с теми, кто будет там работать и жить. Первыми в свежие комнаты заехали вожатые, только успели распаковать вещи. Лада Никитенко сначала даже не узнала лагерь, где прошлым летом отработало несколько смен. Это вообще кардинальные изменения, то есть у нас новый корпус, много мест для жилья детей, новые возможности для вожатых, то есть улучшенные условия стали более комфортабельные, ну и в принципе все стало намного лучше и ярче, и красочнее. В восторге от интерьеров различных лагерных пространств и Анастасия Апина. Для нее эта смена – вожатский дебют. Жду я море позитивных эмоций, также хочу, чтобы у меня был определенный опыт после первой и второй смены, так как я в дальнейшем планирую стать учителем и работать с детьми мне не помешает. Ставрополье стало одним из 15 пилотных регионов, где в этом году модернизировали старые советские детские лагеря за счет быстровозводимых конструкций. Идею поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В режиме видеоконференции она обсудила с участниками пилота их достижения. Можно сказать, что нами вместе с субъектами уже отработана эффективная организационная экономическая технология развития инфраструктуры отдыха. Не просто ремонтировать детские оздоровительные лагеря, но переводить их в круглогодичный режим работы. Такую задачу ставит губернатор Владимир Владимиров. Ну и, конечно, считает необходимым продолжить участие в федеральном проекте. Вот здесь буквально за забором находится лагерь. Мы их объединим. Здесь делаем большой лагерь как минимум на 300 мест и будем дальше развивать территорию. Тут еще много проектов, много задач. Участие дальнейшее. Следующие три корпуса мы планируем в Ипатовском городском округе в лагере построить также за счет федеральных средств. Но подход будет везде одинаков. Мы не будем строить просто один корпус и обустраивать его. Мы будем полностью заходить и обустраивать целиком детский лагерь для того, чтобы ребенок зашел за ворот и попал в сказку. Вот этим мы будем жить, потому что все лучше детям. В лагере отремонтировали старый корпус, построили новый, привели в порядок столовую, сделали спортивную площадку, пространство для отдыха, благоустроили территорию. 150 человек. Мы прекрасно понимаем, что для нашей территории, для нашего города это мало. Поэтому будем развивать вторую и третью очередь. А было 60. То есть, в принципе, мы в два с лишним раза увеличили количество коек. И уверен, что это будет очень полезно для наших городов. Изменилось и внутреннее содержание. У нас первая программа военно-патриотическая. Называется «Без срока давности». Вторая программа у нас «Культурное наследие». Это мы будем изучать культурное наследие нашей страны. Третья смена – это у нас 21 день по России. Мы знакомимся с регионами России. Ну и четвертая короткая смена, 10-дневная, называется «Десять дней в армии». Название говорит само за себя. В приоритетном порядке отдохнут в обновленном лагере дети участников спецоперации. Первая смена заедет сюда уже 2 июня. К встрече маленьких гостей здесь все готово. Ну а на минутку вернулись в детство Кира Мартинова и Олег Байкулов. Ставропольское телевидение. Будем верить, будем жить и надеждой дорожить! Ну а еще сейчас по всей стране пора экзаменов. На этой неделе на Ставрополье написали самый массовый ЕГЭ по русскому языку. В этом году тест дали более 600 тысяч российских школьников. Но вот какой настрой у ставропольских выпускников? Приметы удачной сдачи вспомнила Виктория Шкальная. У кого-то сегодня беззаботный весенний день. У других же без преувеличений решается судьба. Пятый лицей города Ставрополь. Совсем скоро здесь пройдет единый государственный экзамен по русскому языку. Мы готовы вам показать, что же ждет выпускников там внутри. Сначала общий сбор. В пятом лицее экзамен сдают 11-классники из нескольких школ краевой столицы. А сейчас самый сложный этап ожидания. Повторять правила уже бессмысленно. Остается лишь поддерживать друг друга и надеяться на полученные знания. Для многих утро перед экзаменом прошло волнительно. Но кто-то наоборот уверен в своих силах и знаниях. Так сильно переживала? Ну да, накрыла немного. А сейчас как все чувствуешь? Ну уже получше, но все равно такое состояние подшатанное. Все повторили, выучили? Да. Да, как-то не очень уверенно. Так, а шпоры взяли? Нет, никуда. У нас трое достаточно уверены. Весь год упорные работы. Будем рассчитывать на хорошие баллы. И на действия школьных примет. Типа вы на дни зайдите, да. В школу? Нет, в аудиторию. Работает? Ну, на ОГЭ работала. Все приметы сделали, разные носочки надели. Еще какая? Пятятка, под пяточку. Ложили. Да, да. А шпоры взяли с собой? Нет, конечно. Почему? У своих знаний уверены. Так, ребят, а что вообще можно с собой брать на экзамен? Паркпорт, воду, ручки. Можно орехи или шоколад. Так, это чтобы мозги работали, правильно? Да. Мама сказала обязательно. Без орехов на экзамен нельзя. Экзамены еще не сдали, а настрой уже боевой. Кем хочешь быть? Юрист. Психологом. Менеджером. Тренером. Я на экономику пойду. Я точно. Я улечу в Питер. Поступлю на рекламу связи с общественностью. Я бы тоже хотела либо рекламу связи с общественностью, либо менеджмент. А вот учителя переживают порой больше самих школьников. Каждый год наша школа дает 100 бальников. Ну, в общем-то, дети настроены хорошо. А вы, как руководитель, волнуетесь своих детей? Волнуюсь, конечно. Я как мама, выпускающая. Волнуюсь даже больше, чем они. Софья Андреевна. Время идет, и пора в кабинеты. Следующий уровень проверки – арка металлоискателя. Школьник с собой может пронести только паспорт и ручку. Поэтому все металлические предметы остаются за этой дверью. Но если же арка пропищала, специалист проверит повторно. Это нужно оставить здесь. На этом наблюдение за школьниками только начинается. Впереди самые пристальные глаза. Камеры. У каждой аудитории по две камеры. И в штабе, конечно же, тоже. Что является таким важным элементом наблюдения за процедурой, за организацией. И, соответственно, за сдачей материалов, обязательно, которая происходит в штабе. За проведением экзамена следят не только спецприборы и камеры, но и непосредственные наблюдатели. Мы смотрим за тем, чтобы экзамен прошел успешно, без каких-либо неисправностей. Ну и смотрим, чтобы у детей была хорошая обстановка и никаких нарушений не было. Если вдруг приходят нарушения, допустим, по камерам, мы обязательно отписываемся и опровергаем ошибку или подтверждаем ее. На территории школы обязательно работает медпункт. Первая необходимость, там все есть. Валерианка, там глицин, там может у кого-то капельки аллергии от бронхиальной астмы, оказание первой помощи. Все есть у нас. Давление померить, да? Давление обязательно померим. Давление есть, препараты для давления. Все у нас есть. В этом году в России экзамен по русскому языку сдают больше 600 тысяч человек. Результаты своих трудов школьники узнают не позднее 16 июня. Здесь никаких отклонений от нормы. 10.00, а значит, экзамен начался. Впереди у школьников 3,5 часа работы. Время на то, чтобы показать результат 11-летней учебы. А желают удачи всем выпускникам. Виктория Шкальная и Олег Байкулов. Ставропольское телевидение. Невольно вспоминаю свой эго. Да, было напряженно. Но в целом совсем уж завалить тест очень сложно. Так что волнение довольно быстро проходит у всех. Ну а в крайнем случае всегда можно попробовать снова через год. Так что всем выпускникам удачи. На этой неделе край несколько раз накрывали сильные ливни с градом и шквалистым ветром. По улицам текли потоки воды. Из-за аварии без света остались больше тысячи абонентов. Вновь сильно досталось и жителям Ставрополя. В краевой столице из берегов вышла река, которая смыла дорогу и разрушила дома. Керман Кузиаров выехал на место происшествия. Я сердечница больная. Я сама кое-как выгребала тряпками воду с дома. Чтобы можно было как-то пройти телевизор этот поставить. Несчастный. Татьяна Мальцева несколько часов сидела в комнате на подоконнике с телевизором в руках. Это дом женщины. Вода повалила ворота и продавила одну из стен. Подобной ситуацией оказались жители Ставропольского садового товарищества. Говорят, такой потоп видели только в кино. Я вон там стоял, увидел меня, жена звала, у нее слезы, истерика. Я быстро прибежал. У меня воды вот столько было. Я прибежал, вот здесь вот, вот так вот воды. Я вручную оторвал. Вот она, решетка оторвана, лежит. Сам упал. И еле как их. В одной руке жена беременна, во второй руке ребенок. И вот так вот вытащил их отсюда. Все в порядке, да, сейчас с ними? Ну, сейчас они в безопасном месте. Они находятся у моей сестры дома, родной. На дальнейшем я не знаю, не знаю, где мне жить. Накануне из-за сильного дождя многие районы Ставрополя едва ли не превратились в Венецию. Особенно пострадали жители Ташлы. Здесь из берегов вышла река Чла. Рядом с Ташлой находится река Чла. Протекает она вот в той стороне. Я бы даже сказал, не протекает, а вытекает. Вот посмотрите, какие последствия после выхода из берегов. То есть вода практически по колено. Говорят, если пройти еще туда дальше, то можно намочить брюки вот до этих пор. И максимальный уровень воды, вот можно определить по стенке. Вот так была вода. То есть практически по пояс. Вода поднимала машины и врывалась в дома, сметая мебель. Люди в панике бросались спасать родных. Со стихией боролись с шести вечера и до глубокой ночи. И чтобы вы в очередной раз оценили масштабы катастрофы, вода смыла дорогу. Все это оказалось здесь во дворе. И кроме того, вода с дорогой уже сдвинула ворота. Вообще они открываются в другую сторону, наружу. Люди звонили спасателям, но дождались помощи не все. С вами вообще не разговаривают. Ну тогда помогай выкачивать воду, раз не разговариваешь. Вы со мной так не разговариваете, пожалуйста. Я еще раз повторяю, я не буду разговаривать. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, что случилось. У нас не будем трогать. Вон, спроси. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, что случилось. Вон у него, спросите, МЧС называется. А в чем проблема? В том проблема, что они не хотят помогать людям. Дети с окна выходили. С окна выходили, на второй этаж поднялись и сидели, ждали. Чего ждали, непонятно. Вода прибывает. Вот так работают наши службы. Начиная от администрации, я не побоюсь этого слова, от администрации, заканчивая службами спасения. Погода, конечно, сыграла свою роль. Но главная проблема в реке, по словам местных жителей. Якобы за ней никто не ухаживает. Средственно обращалась в администрацию Октябрьского района, Министерство природных ресурсов и главе администрации города. На что я получила 8 отказных писем, где они писали, что речка принадлежит даче, и это ваши проблемы. После ночного происшествия с жителями связались представители администрации Октябрьского района города Ставрополя. Речку обещают расчистить. А специальная комиссия оценит масштабы произошедшего, чтобы принять меры. Вроде как представители администрации приехали, переговорили, они оценили. Ну, пока обещают помочь, но что будет дальше? Администрация Октябрьского района? Да, администрация Октябрьского района. Как бы голова в курсе, мы с ним на связи, общаемся. Надеются, что жителям помогут восстановить дома и решат проблему с рекой Герман Кудеяров и Амин Жилов. Ставропольское телевидение. Благо, следующую рабочую неделю синоптики пока обещают без сильных осадков. К слову, губернатор Владимир Владимиров после нынешней непогоды поручил региональному Миндору вместе с территориями края разработать меры для улучшения ливневых канализаций, чтобы улицы не превращались в реки во время дождей. Ну что ж, это была первая половина выпуска, но далее еще немало интересного. Это итоги на своем, и мы продолжаем. Большой ремонт. Край обеспечит 30 тысяч человек бесперебойной водой. Уж сколько раз твердили миру, но люди, несмотря на все предупреждения, продолжают переводить деньги цифровым мошенникам. Так как все-таки не попасться на их удочку. Идем далее. Теперь на Ставрополье ветераны СВО, бойцы и члены их семей смогут получать консультации, юридическую и психологическую помощь в одном месте. В краевой столице открылся филиал Госфонда защитники Отечества. В мероприятии принял участие губернатор Владимир Владимиров. Глава региона отметил, что создать такой фонд в своем послании к Федеральному собранию поручил президент страны. Работа фонда и уже президентом, это сказано, не ограничиться ветеранами специальной военной операции. У нас очень много ветеранов всех воин. Россия всегда защищала себя, всегда защищала тех людей, которые в этом нуждаются. Очень хочется пожелать вот этого теплоты, которую сегодня Ставрополь, Ставропольский край отдает специальной военной операции, чтобы вот эти стены были пропитаны этой теплотой. Будут непростые ситуации. Я уверен, что они будут, потому что люди с запросом приходят с болью о том, что они защищали родину, и нужно им помочь. Даже самые сложные ситуации должны здесь разрешаться. Даже самые сложные ситуации должны здесь разрешаться. В Ставрополе будут работать 35 социальных инструкторов, а всего по краю более сотни. Они помогут обратившимся по вопросам положенных льгот, выплат, возможности реабилитации. Полноформатная работа фонда уже стартовала 1 июня. Это непосредственно подача документов в МФЦ. То есть отделение МФЦ для такой категории граждан здесь будет работать, как выездное отделение. И по этому поводу мы работаем с Министерством экономического развития Ставропольского края. Здесь же будут оказываться услуги и консультационные услуги от центра занятости населения. Если будут вопросы, как ассоциация трудоустройства, соответственно, либо переобучение или образование. Далее, это понятно, что организация работы по палеоативной помощи и оказания медицинской. Но мы не медицинская организация. Нет, наша задача скоординировать действия медицинских организаций в части оказания какой-то медицинской помощи. А еще в крае выдали первый льготный заем бойцу СВО. Миллион рублей на развитие своего дела получила семья военного из Кочубеевского округа. Также для участников спецоперации существует и вторая мера поддержки. Заем для проектов пищевой и перерабатывающей промышленности. Подробную информацию можно получить в центрах «Мой бизнес». Ну а сейчас тема, которая, наверное, никогда себя не исчерпает. Не верьте незнакомцам в телефонной трубке. Это могут быть мошенники. Однако люди охотно верят каждому слову и переводят злоумышленникам миллионы рублей. Особо часто стала срабатывать схема с псевдоавариями. Кто чаще всего страдает от рук жуликов и как не стать жертвой обмана? Екатерина Сегеда вывела несколько несложных правил. Привет, я совершила ДТП. Мне срочно нужны деньги. Помоги. Ну а дальше по заранее утвержденному сценарию. Трубка передается якобы правоохранителю, который настойчиво начинает у потенциальной жертвы выпытывать деньги. И, к сожалению, во многих случаях злоумышленникам это удается. Чаще всего от рук телефонных мошенников страдают люди старше 60 лет. Цель у мошенников всегда одна – зацепить за живое. И если это удается, считай, дело в шляпе. Напоганный пенсионер постарается во что бы то ни стало помочь своему близкому человеку. Звонит человек и жалобный голос начинает плакать в трубку. Помоги, я попала в ДТП. Он не обращается – бабушка, мама, тетя. Абсолютно. И человек в состоянии эффекта сам предполагает, кто это может быть. Говорит, там, Аленушка, или Ванечка, или Алексей, это ты. И уже человек, воспринимая это, говорит, да, это я. Вот так жертва сама дает возможность себя обмануть. Несколько минут разговора с незнакомцем, и человек уже отчитывает сумму на оплату ущерба от липового ДТП, либо на якобы срочную операцию близкому. После к жертве мошенника приезжает курьер и забирает наличные. И только потом обманутые перезванивают на номер родственника, чтобы узнать, все ли в порядке. А в ответ слышат, что ничего и не было. Из опыта уголовного розыска установлено, что в основном злоумышленники звонят из других стран, а в качестве курьеров выступают местные. При трудоустройстве в качестве курьера, как правило, их очень грамотно инструктируют о тактике поведения при их задержании, о том, что говорить правоохранительным органам. Как правило, трудоустройство происходит через телеграм-каналы, в которых они с будущим работодателем заключают устный договор. И в процессе реализации этого договора человек, выступающий в качестве курьера, записывает видео, на котором прикладывает к своему лицу паспорт и сообщает о том, что он готов совершать преступления в отношении жителей Ставропольского края. Курьерами становятся в основном молодые люди до 21 года. Тем самым губят не только свою судьбу, но и жизнь человека, который отдает наличные. Желание быстро заработать часто оборачивается тюремным сроком. Только за неполные пять месяцев этого года на Ставрополье совершено больше 200 подобных преступлений. Ущерб от телефонного мошенничества почти 30 миллионов рублей. Чтобы не стать жертвой телефонных хулиганов, достаточно придерживаться простых правил. Игнорируйте звонки с незнакомых номеров. Если все-таки ответили, а голос в телефонной трубке представился родственникам, сбросьте вызов и перезвоните тому самому родственнику. Помните, правоохранители и сотрудники банка никогда не просят по телефону о переводе денег. Не передавайте наличные незнакомцам. Не сообщайте никому номера и пароли от своих банковских карт. И если вам позвонил мошенник, сразу обращайтесь в полицию. Всегда на чеку Екатерина Сегеда и Иван Шаталов. Ставропольское телевидение. Ну что ж, такое вот нам запомнится уходящая неделя. Это были итоги на своем. Меня зовут Никита Шишков. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова